Дорогие друзья, добрый день! Мы начинаем нашу иллюзию номер 5. Иллюзия посвящена такой теме, которая, в общем, меня немножко возбудила и захотелось сделать на этот счет как раз отдельное сообщение. И это касается последних исследований по тяжелому и средне-тяжелому дистресс-синдрому при COVID-19 и публикации, которые показывают, что при тяжелом дистресс-синдроме с индексом ПО2 и ФИО2 около 100 у нас получаются хорошие результаты. Собственно говоря, мы должны посмотреть вообще при тяжелом ли и какие здесь есть проблемы в понимании этих исследований. Ну, первое, с чего хочется начать все-таки, с каким ПО2 и ФИО2 успешно применяли неинвазивную вентиляцию до COVID-19. И здесь я отсылаюсь всегда к этому исследованию, которое было опубликовано 5 лет назад, журнал JAMA, исследование по сравнению неинвазивной вентиляции через маску, по сравнению с вентиляцией через шлем у пациентов с написанным дистресс-синдромом. И вот это исследование, которое, собственно, включило пациентов в одном отделении реанимации, пациентов с первичным дистресс-синдромом, это вне больничной пневмонии. Пожилые и возрастные пациенты с проблемами с ХСН, с легочной недостаточностью, хронической и так далее. Видите, что индекс ПО2 и ФИО2 у них в момент включения примерно 144, в одной группе, в другой 118, средняя. Но вот у кого-то 90, 93, и смотрите, какие цифры, да, то есть где-то около 150-120. В общем, можно сказать, что это действительно средний тяжелый и тяжелый дистресс-синдром с точки зрения оксигенации. Ну вот, когда смотрим на это исследование внимательно, смотрим, что это действительно очень блестящий, проведенный дизайн исследование. Это очень хорошее одноцентровое исследование, проведенное в однородной когорте пациентов с однотипной проблемой. Это, в общем, не больничная пневмония, это ХСН, хроническая легочная недостаточность. Видим, что начинали неинвазивную вентиляцию легких через маску, 8 часов было на маске пациент, а потом рандомизировали, оставляли маску или надевали шлем. Ну и, собственно говоря, использовали все для того, чтобы было комфортно пациенту, чтобы не было проблем с тригированием, высокий поток, использовали до достижения потока 100 литров в минуту, давали давление поддержки. Делали передний фронт быстро, 50 миллисекунд время подъема и быстрое переключение со вдоха на выдох. Ровно все то, что мы сейчас делаем на наших неназивных вентиляторах пациентов с COVID-19. Ну вот, когда посмотрели, что получается, оказалось, что, смотрите, какие блестящие данные. Причина интубации трахеи, первичный исход интубации трахеи у нас была 18% в группе шлема и 61% в группе маски. Вот такой отличный результат по влиянию интубации трахеи. И вот заключение авторов, что неназивная вентиляция легких через шлем уменьшает частоту интубации трахеи при дистресс-синдроме. Правда, надо заметить, что название статьи не отражает действительно того, что было в статье. Эта статья была посвящена, конечно же, первичной вне больничной пневмонии. То есть это первичное поражение легких и, в общем, не совсем как бы и дистресс-синдром может быть. Ну вот, собственно говоря, из этой статьи таблица, где показано, что за пациенты были. Пациенты причиной была вне больничной пневмонии, пневмонии при весе иммуносупрессии связанной, пневмонии с операционной. И все это на фоне онкологии. Солидные опухоли, гематология, пересадка костного мозга, пересадка солидных органов. Ну вот, собственно говоря, такой задел для нашего сегодняшнего разговора про COVID-19. И, в общем, то, с чем можно стартовать, было еще год назад, говоря о неинвазивной вентиляции легких при COVID-19. Ну вот это, смотрите, какие результаты они получились, какие данные блестящие по выживаемости. На шлеме выживаемость 75% при тяжелом, это дистресс-синдроме. На лицевой маске выживаемость неинвазивная 50% при тяжелом, тоже дистресс-синдроме, средне-тяжелом. Ну вот, вопросы возникали, конечно, насколько дистресс-синдром все-таки, наверное, те пациенты, которые выживали, были пациенты, которые были ближе к средне-тяжелому дистресс-синдроме. Ну, это все отправная точка нашего сегодняшнего разговора. Первое, с чего хочется все-таки начать, говоря об этих исследованиях, которые публикованы, это индекс ПО2-ФИО2. И те некорректные измерения, которые мы часто можем получить, работая с пациентами вне отделения реанимации, вне нормального реанимационного аппарата, вне нормального закрытого контура, где мы можем действительно померить адекватно фракцию кислорода. Вот недавнейшая работа, работа, в которой сравнили фракцию кислорода в маске-резервуаре 262 пациента. Правда, проблема тоже в том, что измеряли в маске, а не внутри, собственно говоря, дыхательных путей пациента, не в трахеи, не в ротоглотке даже. И вот сравнили измеренную фракцию с табличной, с формулой 3% и 4%, и вы видите, что при сравнении рекомендованной табличного значения у нас завышение фракции кислорода может достигать почти в 2 раза. Смотрите, 60% измеренное и почти 100% будет табличное. Соответственно, отсюда идет огромная ошибка касаемо стратификации пациентов по тяжести состояния. И, соответственно, мы отсюда получаем проблему, что мы тех пациентов, которые мы считаем, пациентов с дистресс-синдромом тяжелой степени, на самом деле это пациенты с средне-тяжелым дистресс-синдромом. Совершенно другая категория, у которых действительно неинвазивная вентиляция легких работала и до ковида во внебольничное понимание. Смотрите, ошибка почти в 2 раза. Ну вот, собственно говоря, на одну из таких статей мы опубликовали комментарии как раз, можем ли мы действительно точно прогнозировать неуспех неинвазивной вентиляции при ковид-19, как раз отсылая к неточному расчету индекса ПО2-ФИО2. Публикован совсем недавно, буквально 2 недели назад, комментарий вышел как припринт. Собственно говоря, вот недавнее исследование, которое меня и возбудило к этому разговору, к этой пятой иллюзии, это недавнее рандомизированное контролируемое исследование, хорошее, блестящее, с чем можно поздравить авторов, из журнала JAMA. Хороший журнал, хорошее исследование, исследование, в котором сравнили, опять же, шлемовую неинвазивную вентиляцию по сравнению с высокопоточной оксигенацией на дни без искусственной вентиляции легких, без респектурной поддержки пациентов с COVID-19 и опять же написано с тяжелой и средней степенью тяжести, острой гипоксимической дыхательной недостаточностью исследования Хенивод. И вот, что здесь было в этом исследовании. Всего, на самом деле, 110 пациентов. Включили их в начало протокола, находившихся на оксигенотерапии, такой жаргон, простите уж меня, с помощью маски Вентури. И вот на маске Вентури получают индекс меньше 200 и рандомизируют пациентов в две группы. Первая группа – это ненвазивная вентиляция через шлем. Вторая группа – через реанимационный аппарат ИВЛ. Вторая группа – это высокопоточная оксигенация. Значит, первое, с чего надо начать. В маске Вентури, при всем том, что считается, что маска Вентури дает точную достаточно фракцию кислорода, ничего подобного не происходит, к сожалению. Маска Вентури обеспечивает некорректное измерение фракции кислорода. И вот, что получается, смотрите, пишут нам наши коллеги, что вот, подключившись к контур аппарата ИВЛ, двухшланговый контур, обычный реанимационный аппарат, известный всем нам, в общем, такой рутинный, стандартный аппарат ИВЛ, шлем. И вот, смотрите, стартовая настройка вентилятора. Фракция кислорода 50%. Первая картинка, собственно, с этой статьи. Может ли быть при тяжелом дистресс-синдроме достаточной фракции кислорода в 50%? Безусловно, на этот вопрос ответить однозначно. Конечно же, нет. Значит, говоря о том, что стартовая настройка с фракции 50%, мы говорим, что здесь что-то уже изначально не то с индексом. И вот, собственно, мы пишем комментарии на эту статью. В джаме пишем, что проблема измерения индекса ПО2-ФИО2, расчета фракции кислорода на маске Вентури, которая может агравировать, значительно, собственно говоря, занижать реальный существующий индекс ПО2-ФИО2 у пациента. И как только пациент переключается на нормальный аппарат ИВЛ, в котором есть адекватный закрытый контур, можно действительно померить фракцию кислорода оксиметром, то здесь мы получаем вроде как рост индекса ПО2-ФИО2. И, собственно говоря, это есть не то чтобы рост бы индекса, это на самом деле есть не что иное, как просто корректное измерение при переключении на контур аппараты ВЛ. Вот мы видим эту картинку из этой статьи. Видим, что изначально индекс в двух группах примерно около 100. И вот мы видим, что через час буквально индекс растет в группе шлема в полтора раза, через 6 часов почти в два раза. Индекс растет, безусловно, не стоит забывать, что, собственно, СИПАП, которым шлем обладает, дает рекрутирование альвеол, дает стабилизацию альвеол, дает улучшение оксигенации, безусловно. Но, тем не менее, такой значимый прирост индекса со 100 до 200 за ближайшие часы терапии, безусловно, можем во многом объяснить именно за счет как раз неадекватного расчета индекса ПО2-ФИО2 на старте исследования до рандомизации. И самое интересное, что мы здесь видим. Пациенты, которые получали высокопоточную оксигенацию, это желтые квадратики, они находились по большей своей части в пронпозиции. Видим, что на фоне пронпозиции, как ни странно, оксигенация у них не растет. А вот пациенты, которым применяли шлемы, и при этом пронпозиции у них не было у этих пациентов, в протокол не входила пронпозиция, видим, что оксигенация вдруг у них каким-то образом, волшебным образом выросла. Ну, собственно говоря, опять же, возвращаясь к комментарию, вы можете прочитать его на сайте журнала, где эта статья и находится. Видим, что увеличение такого индекса ПО2ФО2 может быть хотя бы частично объяснено некорректным измерением фракции кислорода в контуре некорректном до переключения на аппарат ИВЛ и, собственно говоря, корректным уже измерением в контуре аппарата ИВЛ в большей степени, чем, собственно говоря, рекрутирование легких. Ну и вот, собственно, заключение этого исследования, первичной конечной точки, это частота интубации атрохии. Смотрите, высокопоточная оксигенация 50%, в шлеме всего 30%. Скажите, пожалуйста, много ли видели пациентов с индексом ПО2ФО2 около 100%, где частота интубации была всего 30%? Ну, трактовка этого исследования, на мой взгляд, очень простая. Исследование блестящее. И трактовка очень-очень простая. СИПА при дистресс-синдроме гораздо лучше простого кислорода. Собственно, то, что мы знали раньше, что необходимо некое давление для того, чтобы альвеолы, нестабильные альвеолы, не коллабировали, чтобы те альвеолы, которые коллабировали, и рекрутабельно их можно было открыть, конечно, СИПА будет лучше, безусловно. Ну, естественно, в этом исследовании занижен индекс ПО2ФО2, поэтому результаты можно интерпретировать только с большой осторожностью. Обращаю внимание, что получилось в этом исследовании, что в происходном индексе ПО2ФО2 около 100%, неудача неинвазивных вентиляций легких всего у 30% пациентов, что совершенно, конечно, не отражает реальную картину вещей. Сейчас мы с вами увидим другие исследования. К сожалению, это исследование не рандомизировано. Это в основном ретроспективные исследования, наблюдательные, когортные. Но мы увидим, что при реальной оценке индекса ПО2ФО2, при его грамотной правильной оценке, у нас эффективность будет показана у пациентов с COVID-19, эффективность неинвазивной вентиляции легких при индексе выше 150, ну, может быть, выше 120, если так опустить немножко эту планку. Но 150 это точно. Ну вот смотрим на исследование. Наше первое исследование, которое на самом деле было опубликовано еще летом прошлого года, наш первый опыт в первую волну по применению неинвазивной вентиляции легких у пациентов с COVID-19 вне реанимации. Видите, что здесь включены пациенты, у которых неудача неинвазивной вентиляции примерно составила 1 треть, 2 трети удачи неинвазивной вентиляции легких. Когда мы посмотрели на индекс ПО2ФО2, осмотрели мы его на самом деле правильным способом, отключая кислород на время и смотря через 3-5 минут, какой же получается сатурация, и оценивая, собственно говоря, индекс ПО2ФО2 по сатурации по газам крови, взятым в этот момент видят, что ПО2ФО2 было примерно в среднем 160 мм ртутного столба. У этих пациентов, безусловно, успех был у 2 третей пациентов. Смотрим другое исследование, вышедшее позже. Исследование, которое вышло уже в январе, это когортное тоже исследование, нерандомизированное итальянское исследование WorldCovid, тоже вне реанимации, 36 центров. Большинство пациентов использовали шлем. Безусловно, у большинства пациентов был чистый СИПАП. И мы здесь видим, что, опять же, примерно такая же цифра, как и в нашем исследовании. 2 трети пациентов, 62%, пациентов, у которых был успех. И видим, что индекс ПО2ФО2 у них даже чуть выше, чем у нас. В среднем примерно 200 в случае успеха и 122 в случае неудачи. Примерно индекс около 200. Опять же, это не 100, это Интижелудестресс-синдром. И, вероятно, оценка фракций в шлеме при известном потоке будет достоверна. Почему? Потому что, на самом деле, здесь уже более герметичная система. Здесь есть расчет по таблице, зная, как работает вся эта система, зная, имея вот такой вот способ подключения кислорода для шлема, через две подводки, устанавливая на одной подводке, на другой подводке заданное значение, смотря на табличное значение, получаем фракцию, получаем заданный уровень ПИП при некоторой комбинации потока из одного ротометра и потока из другого ротометра. И здесь к системе будет закрыта, и я считаю, что здесь будет более достоверный уровень фракции кислорода, нежели если мы используем какие-то системы, где есть открытая-открытая-открытая часть, скажем, контур в Вентуре. Ну и вот, собственно, результат потока, вот в шлеме все это вот так закрыто получается. И вот мы смотрим на результаты, что же получилось. Смотрите, в случае индекса меньше, чем 150, исходный ПО-2 ФИОДА, мы видим, что летальность у нас 60%, неудача 53%, если индекс больше, чем 150, летальность 30%, неудача 18%. И вот мы видим, что на самом деле вот эта красная линия, красная надпись, неудача 18%, летальность 30%, очень близка к тем данным, которые были представлены нами в первую волну, тем данным, которые были до COVID-19, то примерно при индексе больше 150% у нас примерно будет неудача 20-30%. Очевидная вещь. Правда, надо сказать, что у пациентов у этих, в исследовании у многих был отказ от интубации, и без интубации погибло 59% пациентов. Ну и более того, в этом исследовании блестяще показано, что одной из причин неудачи неназивной вентиляции лёгких была, собственно, не дыхательная недостаточность, а так называемая хрупкость пациента, оцененная по шкале хрупкости, то есть неспособность пациента, собственно говоря, обслуживать себя до поступления в больницу, инвалидизации и прочие-прочие сопутствующие заболевания. Вот повышенная хрупкость пациента как причина неудачи неназивной вентиляции. Собственно, это вообще новая такая модная тема, которая не только в этом исследовании звучит. Но можно сказать, что вот это исследование сегодня является талонным, по шлемам вне реанимации. Нет совершенно ни к чему здесь к нему подкопаться, к этому исследованию. Приходим к другому исследованию. Другое исследование, ретроспективное, моноцентровое. И здесь используют тоже СИПАП, но СИПАП за счет генераторов Вентури. Генератор Вентури, подсос воздуха забортного за счет инфекта Вентури. Включают пациентов в исследовании с индексом меньше 200, с одышкой более 30. И на четвертый день принимают решение. Если индекс падает и одышка остается более 30, пациент интубирует. И что мы здесь видим? Посмотрите внимательно, что же происходит в этом исследовании. Мы видим, что 64 пациента включено. Средний индекс якобы 119. То есть очень тяжелые пациенты. И мы видим, что из 64 пациентов все хорошо 53. При таком-то индексе около 100. Значит генератор Вентури. Есть очень большие сомнения, конечно, про то, что же у нас получается в фракции. Безусловно, методика вот эта вот, она оправдана, она хорошо работает с точки зрения СИПАП-терапии. Но обеспечить правильное измерение фракции кислорода мы здесь, конечно, не можем. И, собственно говоря, оценка фракции кислорода в такой маске Вентури на самом деле не валидирована. Вот к чему приводит некорректное измерение фракции кислорода. Она приводит к тому, что мы видим, что вообще нет достоверных отличий между ПО2 и ФИО2, выживших и умерших. И мы видим, что успех неназиновентиляции легких 83%. При том, что 70% пациентов практически имеют индекс меньше 150. Значит, проблема этого исследования. Занижен индекс ПО2 и ФИО2. И мы тоже не можем на это исследование адекватно реагировать, как исследование талонное. Значит, здесь есть большая-большая тоже проблема. Другое исследование тоже вне реанимации. СИПАП по методу Баусиньяк. Вне реанимации представлена система Баусиньяк. Исследование французское. Такое вот тоже из серии, что же делать в пандемию, какие устройства использовать, когда у нас не хватает коек реанимационных. И вот мы видим, что оценка фракции. Здесь вороназальные маски, по сути, происходят. Для неинвазивной вентиляции легких при отсутствии, скорее всего, течи. И здесь мы видим очень похожие цифры на правду. Потому что видим, что в этом случае 64% интубированы. То есть, 2 трети. А 36% избежали интубаться. То есть, то, что касается действительно тяжелых пациентов. Успех неинвазивки 36% всего-навсего. Это похоже на тяжелых пациентов. И когда мы смотрим на индекс ПО2-ФИО2, то мы видим здесь, даже наоборот, как ни странно, чуть более высокий величин индекс, чем нам хотелось бы. В среднем 150. 150 для тех, у кого был успех, для тех, у кого был не успех, примерно 150 индекс. Собственно говоря, вот, скорее всего, мы не можем здесь точно утверждать, тоже метод БУ-Синьяк не очень валидирован. Но ПО2-ФИО2 здесь тоже, скорее всего, было выше 150. Хотя летальность очень похожа на такой вот, чуть пониже 150 индекс. Вот мы видим, что частота дыхания прогнозировала успех интубации трахеи. То, чем мы с вами говорим, успех и неуспех не назовем телеоцелегких. И вероятность интубации трахеи. То, чем мы с вами говорим всегда, говоря о том, что введение СО2-фактор не менее важный, нежели оксигенация. И видим, что результаты, в принципе, похожи на правду. Здесь они хотя бы не наврали в том плане, что здесь индекс ПО2-ФИО2 не занижен. Может быть, даже немножко и завышен. Другое исследование. Опять шлемы вне реанимации. Опять итальянская работа. Опять обсервационное исследование. Не, собственно говоря, не рандомизировано. И мы все здесь видим. Видим, что шлем комбинирован с генератором Вентури. И опять сюда вкрадывается эта самая ошибка. Генератор Вентури. Мы не очень понимаем, какая фракция кислорода. Правда, на входе стоит, смотрите, оксиметр, который меряет фракцию. Честно говоря, не знаю, правильно ли было все это измерено в этой системе. Потому что, опять же, оценка фракции в шлеме при использовании генератора Вентури не валидирована. Надеюсь, что оксиметр все-таки мог помочь. Смотрим, что получается в этом исследовании. Значит, включают СИПА плюс-плюс Вентури. Включают в случае неуспеха обычной кислородной маски с резервным мешком с потоком более 10 литров. И вот исходный индекс, смотрите, на обычном кислороде. 103, а на обычном кислороде, померено-то это было на обычной маске, мы понимаем, что проблем здесь очень много с индексом 103. А вот когда мы померили уже через шлем, и там, где есть оксиметр стояло, видим, что индекс уже 200. Значит, как только мы переключили с маски на шлем, мы опять видим какое-то двукратное увеличение индекса ПО2-ФО2. И опять же, проблема в том, что измерение кислородной маски здесь совершенно точно занизило реальный индекс ПО2-ФО2. И вот такой эффект, прям потрясающий эффект. Как только переключили с кислорода на шлем, сразу получили блестящее влечение индекс ПО2-ФО2. Причем оно было более выражено в том случае, чем тем было выраженнее, чем был ниже индекс ПО2-ФО2. Значит, вот такая интересная история, такая вот потрясающая картина, которую мы в реальной практике на самом деле с вами не видим. Измерение на кислородной маске. Опять до старта исследования индекс 100, как только более-менее подключили с оксиметром, сразу индекс получили 200. Ну вот опять же, то же самое исследование. Смотрим, что же здесь происходит с индексом. Смотрите, исходное измерение на кислородной маске. Видим, что в случае индекса 100 выше 200 успех 70%, в случае индекса 100 283%, как ни странно, в случае индекса меньше 100 50% успех. Но вот когда мы переключаем на шлем, где стоит оксиметр, то видим реальный успех и неудача. Мы видим, что при индексе более 200 успех 75%, при индексе 100 255%, а при индексе меньше 100 успех 22%. Это очень похоже на те данные, которые видим мы сейчас в нашей реальной клинической практике. И значит, получается, что реально на фоне СИПАП, на фоне правильного измерения, у нас при тяжелом дистресс-синдроме успех всего 22% случаев, а не то, что было указано до этого, 50% успеха при тяжелом дистресс-синдроме. Значит, тоже это исследование мы должны интерпретировать с огромной осторожностью, понимая, что то, что все, что померили до подключения этого шлема, это все было сделано с огромной ошибкой с занижением индекса ПО-2-ФИО-2. Ну, вот, собственно говоря, видите, что получилось у них, что в случае успеха средний индекс был 252, ПО-2-ФИО-2 в случае неуспеха 166. Я думаю, что здесь на самом деле цифры похожи могут быть на правду, но мне кажется, что все-таки эта история должна быть переоценена еще раз в других исследованиях, рандомизирована. Значит, очень важно, еще раз говорю, что это исследование тоже с осторожностью. Следующий вопрос. Следующий вопрос касается РОКС-индекса и касается того, что мы в нереанимации и в реанимации при применении неинвазивной вентиляции легких можем совершенно спокойно использовать очень простой инструмент, который включает в себя не только оксигенацию, но еще и выведение углекислоты. РОКС-индекс, который был валидирован изначально для, собственно, высокопоточной оксигенации, сейчас его активно используют и для неинвазивной вентиляции легких. И вот РОКС-индекс, который включает в себя сатурацию, поделить на фрагус кислорода, поделить на частоту дыхания, говорит нам, что при его величине менее чем 4,88 пациента интубируем. Например, калькулятора, 100 раз 93%, фракция 90% или для расчета 0,9, для корректного расчета частота дыхания 32 и получаем индекс 3,23. Это нам в руководство к действию такого пациента необходимо интубировать. А это пациент как раз с тяжелым дистресс-синдромом. Рокс-индекс говорит, что при таком тяжелом дистресс-синдроме, при одышке 32, пациент должен быть уже интубирован. Вот мы видим Рокс-индекс как руководство для ведения пациентов с COVID-19 панемонией. Мы видим, что если Рокс-индекс перед началом невлазимной вентиляции был меньше чем 4,88, то у нас 87% попадают на искусственную вентиляцию легких, а если был более чем 4,88, то 50%. И смотрим, что средний ПО-2 и ФО-2 был 112. И смотрим, каких пациентов включали, обращаем внимание, что пациенты в основном были с высокопоточной оксигенацией и СИПАП-шлемами, где можно более-менее достоверно рассчитать индекс ПО-2 и ФО-2. И получаем реальную картину, что при индексе около 100% у нас от 50% до 87% неудач неинвазивной вентиляции легких. Значит, измерение фракции кислорода при высокопоточной оксигенации, которых большинство достоверно, и высокий процент неудач при индексе около 100% абсолютно объясним. И очень важно в этой работе, вообще в РОКС-индексе, то, что очень важны для неудач неинвазивной вентиляции легких понимания, важно понимание о нарушении выведения вуликислоты. Ну, опять же, в той же самой статье, в которой в джаве опубликовали рандомизированный по шлемам и высокопоточной оксигенации, мы пересчитали РОКС-индекс в этой статье, посмотрели, что же он там реально получается, потому что авторы писали РОКС-индекс 4,52, по их первой таблице, мы эту таблицу открыли, взяли средне-медианное значение, взяли медианное значение сатурации фракции кислорода и частота дыхания, и получили РОКС-индекс средний 6,78. Собственно, что и объясняет низкий риск интубации трахеи. То есть, на самом деле, заниженное соотношение ПО2-ФИО2 в этих пациентах. Что же происходит, на самом деле, с неинвазивными телеоцелёйки при тяжёлом дистресс-синдроме при COVID-19? Собственно, показывают данные исследований, которые мы сейчас завершаем, завершаем набор пациентов, у нас предварительный расчёт исследований COVID-19, в котором мы включали пациентов с moderate to severe, то есть средне-тяжёлый и тяжёлый дистресс-синдром, но по факту получились пациенты с тяжёлым дистресс-синдромом, потому что пациенты средне-тяжёлый дистресс-синдром у нас находятся вне отделения реанимации, на неинвазивной вентиляции лёгких. Вот мы видим критерии включения в это исследование. Усталость пациента, работа с магнетекательной мускулатурой, стурация ниже 92% на кислородотерапии 15 литров в минуту или СИПАП-терапии. Один из этих критериев был критерием включения, и видим, что вот такие пациенты с таким индексом ПО2-ФИО2, 94% в среднем, мёртое пространство левиалярное 50%, в час дыхания 28%, вентиляционное соотношение 2,27%, то есть пациенты такие действительно с нарушением газообмена, оксигенация, выраженные нарушения, и вентиляция. Вот мы видим предикторы неудачи и неназивной вентиляции лёгких. Первый день, индекс менее 76,5%, специфичность 100%. Окей, смотрим, что же будет дальше. Первый день, наблюдаем, пациент спокойно дышит, он комфортно, более-менее он адаптирован к аппарату неназивной вентиляции лёгких. Что же будет к третьему дню? Те пациенты, которые не увеличили индекс ПО2-ФИО2 к третьему дню, в которых он остался таким же или вырос незначительно, тоже имеет очень высокий риск. Смотрите, какой площадь под кривой, 93%. Если индекс ПО2-ФИО2 на фоне неинвазивки на третий день менее 84%, такой пациент, специфичность 100%, будет интубирован. Ну вот, собственно говоря, это были, как раз, нарушения оксигенации, нарушения вентиляции, мёртвое пространство. Обратите внимание, мёртвое пространство. Те пациенты, которые имели мёртвое пространство, более 50%, тоже имели очень высокий риск интубации. Те пациенты, которые имели мёртвое пространство, менее 50%, обошлись без интубации трахеи. Очень тоже хорошие, простые данные. И опять же, рог-анализ этих данных показывает нам, что с хорошей достаточно разрешающей способностью, что при мёртвом пространстве более 50% альвеолярном мёртвом пространстве, у нас специфичностью 100% пациент должен быть интубирован. Ну и самый простой показатель, на самом деле, дайте пациенту выдохнуть СО2 в капнограф, пусть он, снимите с него маску, попросите его выдохнуть через рот, и посмотрите СО2 на выдохе, дождя с альвеолярного плато. Если видите, что СО2 на выдохе меньше, чем, скажем, 18, такой пациент тоже будет, скорее всего, из серии неудачников неназивной вентиляции лёгких. Что ещё нам нужно сказать о неудачной вентиляции лёгких, кроме индекса СО2 и ФО2, и кроме нарушения введения углекислоты, это, конечно, видимые нарушения механики дыхания. И здесь, конечно же, я бы отослал вас вот к этой шкале Патрик, публикованной достаточно давно, 96-й год, шкала, которая была использована впервые для оценки работы шейно-дыхательных мышц, и вообще вспомогательной дыхательной мускулатуры. Видите, что в ней 5 всего баллов, 0 баллов – это отсутствие каких-то видимых сокращений шейно-дыхательных мышц. 1 балл – это шейные мышцы напряжены, но нет их сокращения по фазам дыхания. 2 балла – это слабое сокращение шейных мышц. 3 балла – это умеренное сокращение шейных мышц без включения надключичных ямок, без втяжения. 4 балла – это сильное сокращение шейных мышц, когда есть втяжение надключичных ямок и межрёбряных промежуток. И 5 баллов это когда уже сильное сокращение шейных мышц, и плюс вы видите абдоминальный парадокс. Ну вот оказалось, что на самом деле про 4-5 баллов всегда было понятно, что это проблема, что в этом случае надо интубировать. Ну вот оказалось, что те пациенты, которые у нас попали в итоге на искусственную вентиляцию легких, инвазивную, это пациенты, у которых индекс шпушкали Патрика был более 2 баллов. И те пациенты, которые не попали, это были пациенты меньше 1 балла. Вот 1-2 балла это некая такая серая зона. То есть нам кажется, что шейные мышцы не работают, мы на них смотрим внимательно, видим их фазное сокращение, ямки не втягиваются никакие, но это показатель того, что у нас есть проблемы с механикой дыхания. Дорогие друзья, всем здоровья, спасибо за ваше внимание и ждем вас на следующих иллюзиях и наших школах Риты.